Здравствуйте! Арсений Селезнев Зиробой. Подробно о растворе для печи. Это обожженный уже такой вот кусок получился. Он слегка рыжеватого цвета. Ну, в общем, такое что-то типа охры. Вот еще один эксперимент был. Он, как сказать, сероватый. Здесь идет смесь золы и песчаного грунта. Вот такой вот у меня грунт песчаный. Тут, значит, карьерный песок. Его называют. Значит, много пылевидных частиц с песком. Вот он такой сыроватый. Здесь больше песка, чем глины. То есть, он называется супесью. Если наоборот больше глины, то называется суглинок. Он у нас расположен сразу под где-то на глубине больше метра. начинается, по-моему, с метр десять в одном месте и, ну, соответственно, меньше в других местах. И идет где-то толщиной около метр двадцать или метр тридцать. До двух метров. А потом уже идет речной песок. Значит, это я делал кирпичик из него. Обжигал. Получился довольно-таки крепкий. Сейчас попробую намочить его или отмочить. Здесь идет смесь песка и золы. Один к одному. Сделал я в прошлом году. Он у меня лопнул после обжига, когда побыл какое-то время. И я решил дальше не снимать видео. Отложить это дело. Вот так вот впитывает воду. Ну, нельзя сказать, что он там супер крепкий или еще что-то такое. Можно ли делать с него кирпичи, огнеупорные, но, по крайней мере, вот сделать из него печной раствор, это возможно. Ну, плотность, я думаю, где-то от пяти до двадцати. Я точно не измерял, но вот можно вот так вот отковырнуть растворчик этот. Спекся немножко. Стал тверже. Сейчас еще раз заполосну. Конечно, кирпичи с него делать, ну, не знаю, может не получится, но, по крайней мере, не растекается. Сейчас покажу печи, что у меня тут произошло, что я из него сделал. Вот так вот оштукатурил стенку изнутри. Тонкий слой штукатурки. Вот у меня, значит, тут отстало. Также я поштукатурил пол. Ну, тут не видно. Где-то там, в общем, после ремонта. И теперь предстоит кладка. Там заложить выхлопное отверстие. И здесь штукатурка. Щели очень большие получаются. Мне такие большие щели не нужны. Ну, и здесь, соответственно, тоже надо заделать. Раствор получается очень хороший. Используется зола, которая была в самой печке. Сейчас я покажу. Вот у меня такая зола. Древесная. Без угля. И буду смешивать один к одному. Сначала смешаю на сухую, а затем уже добавлю воды. Вот, смотрите. Видите, сам по себе он не растекается. Перестал впитывать воду. Не распадается сам по себе. Так что вполне приемлемо. Вот это один к двум. Здесь одна часть песка, вот этого мелкодисперсного. С большим количеством пылевидных частиц, глинистых частиц. И две части золы. Экспериментируйте с вашим песком, с вашей золой. Но я думаю, что это перспективно добавлять золу в раствор. Получается пластичный. Очень хорошая укладка. И можно штукатурить внутри и снаружи. Печь. Видите, уже начал распадаться. На перчатках остается след. Так что больше не годится. Ну, в общем, один к одному. А дальше смотрите. Сделайте несколько кусочков в виде кирпичиков таких вот. Высушите их. А потом уложите в печь. Прожарьте. Протопите печь. И вы поймете, какая вам консистенция понадобится. Какая у вас почва. Вот он начал. Видите? На перчатках начал это. Сейчас я еще раз перчатки ополоснул. Вот ополоснул перчатки и опять, значит, он уже рассыпается. Вот. Под собственным весом. Поэтому такая вот консистенция не годится. А этот вполне себе даже приемлемо. Вот он. Мягкий. Месяц. А тут обжегся и чувствует себя нормально. Вот такой вот раствор. А этот нормально себя чувствует. Звук, как кирпич. Может, надо чуть меньше этого золы. Ну, зола, получается, дополнительно схватывает этот песок. Сейчас я покажу, какой раствор был у меня. Так. Изначально это... Сейчас возьму. Чем-нибудь поковырять. Вот так вот легко ковыряется. Легко водой. Раскисает. Раскисает легко. И вот у меня тут. Видите, даже чиркается. Ну, не рассыпается, как там. Сейчас где-то тут еще был у меня наплыв. Наплыв. Ага, вот. Вот, вот, вот сверху. Легко отколопывается, легко отдирается. Еще я... Сейчас покажу. Сверху тут у меня вот замазано этим раствором. Вот. Значит, тут идет уголок полкой сюда. Ну, одна лежит здесь, другая вертикально вниз. А сверху я заштукатурил вот такой вот бетон получился. Видите, держится. Это уже после обжига. Вот тут такой небольшой бортик. Сейчас перехвачиваю по-другому немножко. Сейчас сфокусируем, попробуем рассмотреть подробнее. В общем, вот так вот. Арсений Селезнев-Зиробой. Вот такой получается раствор с песка. Я штукатурил везде, где только можно. И вот тут вот снаружи тоже. Вот. Это старая штукатурка. Сейчас я опять достану. Мой щуп. Щупленький. Так. Давай, фокусируйся. Так. Давай, фокусируйся. Стал настолько плотнее. Очень пластичный, удобный раствор. Замазал щели. Сначала замазывал просто глиной. А после добавления вот именно этого хрустала крепче. После золы. Здесь, значит, стенки поделал. Здесь снизу. Это у нас паутина. Чтобы не мешало. Вот здесь вот. Так что, добавляйте, экспериментируйте, сколько вам необходимо. Золы. Я искал в интернете, так и не нашел. Сколько чего. Почему люди не добавляют золу. А ведь это очень просто и удобно. Вот такой вот был кусок. Это сухой. Вот такой вот это. Уже мокрый. Вполне с него можно делать кирпичики. Еще я делал, значит, римский бетон. Там с измельчением кирпича идет. Ну вот, кирпичный бой. В принципе, он никуда уже так особо не идет. С него можно делать. Если кому интересно, я расскажу про его рецепт. Он тоже годится для печи. Покажу. У меня рабочая печь с этим бетоном. Простояло много лет. Я, по-моему, топил лет семь или что. Сама печь начала разрушаться. А вот это основание, залито римским бетоном, у меня простояло вполне нормально. Не треснуло ничего. Только надо давать слой. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зеробой. Это был рассказ о растворе для кладки печи с добавлением золы. Ну, получается, сама себя печь производит. Пластичный раствор получается. В принципе, можно было бы делать из него кирпичи. Но он такой вот, не сильно крепкий. Я бы сказал, почти как сырец. Но вполне возможно. Если вообще у вас ничего такого нет, значит, берете пылевидный песок, который у вас есть, или песок, какой-никакой у вас есть, добавляете глину. Значит, у нас, в принципе, все от штукатурено, кроме этого помещения, штукатурится просто этим песком. То есть, он довольно пластичный сам по себе. А с добавлением золы получается, он еще и набирает какую-то влагоустойчивость. И можно сказать, что он огнеупорность добавляет себе. Он сам по себе немножко огнеупорный. То есть, выдерживает этот раствор. А так еще добавляется, обжигается и получается такой вот. Сейчас он как темная охра. Такая, непонятно, желтоватая какая-то. Так что все вполне возможно. Экспериментируйте, и у вас все получится. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Смотрите обновления. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok